Ну а в России, в том числе в Челябинской области, готовятся к проводам Масленицы, Прощенному Воскресенью. Во всех городах и селах пройдут народные гуляния, а в Мясе построили целую снежную крепость. За нее развернется большое сражение. Что на кону, расскажет Юлия Савосина. Сегодня еще в течение дня будут подъезжать машины с водой от водоканала. Они заливают снежные строения, чтобы они крепкими были, чтобы это все не разрушалось. А это очень важно, ведь крепость будут брать штурмом десятки человек. И важно, чтобы ни один снежный кирпичик не разрушился. Сейчас стройка здесь в самом разгаре. И как только крепость будет готова, рабочие возьмутся за краски. На одной из башен планируют нарисовать девушку, чтобы было понятно, за кого идет бой. Завоевывать крепость по традиции будут холостые парни. А вот защищать, наоборот, женатые. А если парень ловок и сумел проникнуть в крепость, то честь ему и хвала он доказал, что он готов для женитьбы. Девчонки смотрят на победителей. В Миасе строят крепость к масличным гуляниям. Штурм снежного замка – многолетняя традиция. Борьба, как правило, идет суровая. Атакующих попросту скидывают с ледяных стен. В этом году в крепости появились дополнительные элементы – новые башни, чтобы сложнее было забраться наверх. Идет строительство уже на протяжении недели. Собирали снег по всему городу и свозили на стадион «Северный». Планируется, что в ширину строения будет порядка 7 метров, а в высоту – 4. С верхней точкой по нападающим будет вестись обстрел из пушки. Ее предоставляет Михаил Хреницын. Это наш ежегодный помощник. Он свою привозит, заряжает ее порохом и шапками стреляет. И вверх – воздух. Шапки разлетаются по всей площадке. Построят здесь и горку для детей, и фигуры колобка и печки. Будет работать карусель. В центре площадки – сцена. Все конструкции, уверяют строители, безопасны. Снежные глыбы прочно скреплены. Снежные валы, которые являются амфитеатром для зрителей, в этом году располагаются также в виде солнца. Если смотреть с квадрокоптера или с высоты птичьего полета, сцена у нас стоит более в центре площадки. От нее идут снежные валы в виде солнечных лучей. Широкую Масленицу в Миасе начнут отмечать на стадионе «Северном» в 12 часов в воскресенье 18 февраля. Юлия Савосина, Наталья Радько, Сергей Милютин, Марьяна Развеева, ОТВ.